Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 июля. Житие преподобного Отца нашего Александра, первоначальника обители неусыпающих. Святой преподобный Отец наш Александр родился в Азии. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижении зрелого возраста поступил в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прочтя Ветхий и Новый Завет, он углубился своей мыслью в евангельские слова, реченные причистыми христовыми устами. «Если хочешь быть совершенным, то иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и иди за Мною». Размышляя об этом и твердо веруя в Слово Христово, начал он продавать свои имения, которых у него было довольно при его высоком служебном положении, и полученное за них раздавать нищим и бедным. А сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в Кеновиях, и пожелал идти туда. Сложив с себя звание военачальника и оставив друзей своих, дом свой и рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув Кеновии, в которой Авой был преподобный Илья, он умолил этого отца принять его в число иночествующих братьев. Будучи приччен к лику иночествующих, четыре года прожил он в этой Кеновии, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь в посте, денно-нощной молитве и чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал уразуметь силу каждого стиха в псалмах. В случае недоумений спрашивал он опытных о непонятном и усердно молился Богу, да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святого Духа, так что впоследствии при чтении Божьей Слова он уже находил полное услождение и умиление в своем сердце. Видя, что во всех Кеновиях братья имеют излишнее попечение о пище и одежде, он вспоминал об евангельских христовых словах, которые возбраняют излишнюю заботу о пище, питье и одежде и даже не велят заботиться и о завтрашнем дне. Он был твердо и непоколебимо уверен, что благопромыслитель Господь, питающий птиц и одевающий траву полевую, тем волей не оставит без своего попечения работающих ему людей, что силен он и пропитать и одеть их. Искали бы они прежде Царствие Божие и правды его. Одушевленный такими помышлениями, преподобный Александр, взяв имевшееся у него Евангелие, пришел с ним к Кавве Ильи. — Отче, все ли истина, что написано в Евангелии? Услышав такой вопрос, преподобный Илья удивился. И в смущении подумал, что вопрошавший его прещен каким-нибудь неверием от дьявола. Не отвечая ничего на вопрос, он сел и склонил главу свою. А в это время пришли к нему братья. — Братья, — сказал им преподобный Илья, — помолимся о брате нашем Александре, увязшем во вражеские сети. И встав, сотворил молитву со слезами, а потом, обратившись к Александру, сказал ему, — Откуда пришел к тебе такой сомнительный помысл, что ты не веришь написанному в Святом Евангелии? — Не неверую я, — ответил ему Александр, — а только спрашивай, все ли истина, написанная в Святом Евангелии? — Воистину, все истинно, — отвечали ему все братья, и никакого в этом не может быть сомнения. Тогда сказал им Александр, — Если все истина написанная, то почему же мы не исполняем этого? — Невозможно немощному человеку исполнить всего, — ответили ему братья. После такого ответа Александр, воспламенившись своим духом и за ничто почитая прежнее житие свое, проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов, вознамерился уйти в пустыне, чтобы там удобнее пожить по евангельскому слову. И спросив благословению преподобного Ильи, и с любовью простившись с братьями, пошел он с упованием на Господа, ничего не имея при себе, кроме Святого Евангелия. Семь лет пробыл он в пустыне, не имея никакого попечения ни о чем земном. Как он питаем был, по благопромышлению Божию в пустыне, откроется из последующего повествования. По исполнению семилетнего пребывания в пустыне, преподобный Александр узнал, что невдалеке от места, где он находился, есть одно селение, в котором жили служившие бесам идолопоклонники. Возгоревшись по Боге ревностью, он пошел в это селение и зажег там идольский храм. Жители сбежали к пылавшему капищу и нашли здесь преподобного Александра. Он не отошел от зажженного им капища, но нарочито ожидал, пока стекутся жители идолопоклонники, потому что не хотел утаить от них сделанного им. Когда начали спрашивать его о причине пожара, то преподобный признался и сказал, что он зажег храм. Услыхавшие это, язычники бросились на него и хотели убить его, но Бог хранил раба своего. Некоторые жители не согласны были на убиение Александра и поэтому не допускали устремившихся на него, а настаивали, чтобы виновного в поджоге предать городскому суду. После, когда все успокоились, святой возвысил свой голос и сказал, «О люди, уразумейте ваше заблуждение, познайте истину, избавьте себя от вечного осуждения, я возвещаю вам Царство Небесное!» И начал им, как апостол, проповедовать слово спасения. Некоторые слушали его учения, а другие не хотели внимать его словам и отвели его в городской суд. Городоначальником в том городе был тогда Равул. Он, слушая от уст преподобного Божьего учения, долго противоречил ему, стараясь оспорить от своих языческих книг и устрашал святого угрозами мучений. Наконец, убедившись, что преподобный Александр и нравом своим кроток, и премудр в своих ответах, и что проповедуемое им мучение непреодолимо, Равул не сделал ему никакой неприятности. Напротив, Господь так устроил, что этот градоначальник пригласил к себе Александра одного, чтобы вести с ним наедине беседу, и прежде всего спросил, «Скажи мне правду, на каком основании вы, христиане, так презираете жизнь нашу?» На этот вопрос преподобный ответил Равулу, «Не так ты говоришь, мы не презираем нашей жизни, но стараемся сохранить себя бессмертными вовеки». Истинная жизнь в том и заключается, чтобы жить вечно, а жить только временно – это не жизнь, а смерть. Эту временную смертную жизнь мы и презираем ради будущей вечной, бессмертной жизни, потому что писано нам, «Кто погубит душу свою в этом веке, в жизни вечной приобретет ее», сказал ему на это Равул, «А где вы надеетесь быть по прекращению земной жизни?» Святой начал проповедовать ему о Царстве Небесном и об уготованных праведным вечных благах неверному язычнику, как басни представлялись сказания святого. Но, несмотря на это, ему еще более хотелось слушать новое для него учение, и он спросил его о начале святой веры. Тогда преподобник, получая его богопознание и раскрывая о благоутробии Божьим к людям, начал повествовать о деяниях Господних от самого создания мира до креста и вольной Христовой смерти, до воскресения и преславного вознесения на небо. День и ночь продолжалась беседа. Ни пищи, ни питья собеседники не употребляли и даже ко сну не клонило их. Когда была речь о святом Ильи, и пророки, как по его слову заключилось небо, и как по его молитве не спал на жертвы огонь, какого не могли вымолвить, вымолить у своих идолов жрецы Вааловы, Раву, слыша это, смеялся и говорил, «Все эти ваши христианские басни-выдумки советую тебе полезные. Принеси вместе с нами жертвы нашим богам. Они милостивы и простят тебе то, что ты по неведению прогневал и оскорбил изжегший их храм». Святой сказал, «Если действительно боги те, которых ты называешь богами, то почему при пророке Ильи не послушали жрецов своих, когда они целый день взывали к ним и не слились с неба огня на жертвы? А раб Божий Илья только один и единожды помолился к нашему единому на небесах живущему богу. И тотчас спал с неба огонь и попалил не только дрова и жертву, но воду и камни, самую землю пожег. А потом спал свыше огонь и на тех пятьдесятников, которые хотели схватить пророка, и сжег их и с воинами их». Рассмеялся Равул и сказал, «Если то действительно было, то и ты, называющий себя рабом бога твоего, сделай тоже. Вот перед нами множество рогож и хворосту, помолись своему богу, как и Илья, чтобы сошел огонь с неба и сожег это. Тогда и я скажу, что нет другого бога, кроме бога, в которого веруют христиане». Святой сказал, «Перва ты помолись своим богам, пусть они это сделают». Равул ответил на это, «Я не имею ни силы, ни дерзновения перед моими богами, помолись ты своему богу». Тогда святой Александр, помянув, что по евангельскому слову все возможно верующему, с твердой верой и упованием на бога, встал на молитву, и как только воздевший свои руки начал молиться, тотчас не спал с неба огонь, на рогожи и хворост и пожег их. Видея, то Равул пришел в великий ужас и боялся, как бы ни пало и на него огонь, и не сжег его, как пятьдесятников при Илье пророке. И возвал Равул громким голосом, «Воистину велик бог христианский!» И хотел об этом чуде рассказать народу, но святой строго запретил ему, чтобы никому не сказывал. И умолчал Равул, затаив это в себе, пока жив был преподобный Александр. После же его кончины он объявил об этом чуде перед епископами и монахами, именем Божьим подтверждая истину своего сказания. После совершенного преподобным Александром чуда, градоначальник Равул целую седмицу был неразлучен со святым Александром для научения в истинах веры и для наставления на истинный путь спасения, а затем просил просветить его и святым крещением, так как приближался пресветлый день Святой Пасхи. Но ненавистник человеческого спасения, дьявол, захотел воспрепятствовать исполнению этого святого дела и вложил Равулу мысль, что не в городе принять ему святое крещение, а в церкви, которая находилась за городом. Пошли туда в сопровождении многих из граждан, с женами их и детьми. И, когда же пришли к церкви, то увидали здесь беснующуюся девицу. Испугался Равул и сказал, «Не хочу быть христианином. Эту девицу наказывают боги за то, что она приняла христианскую веру. Боюсь, чтобы и со мной подобного не случилось». Сказав это, он отошел от церкви и хотел возвратиться назад. Святой же удержал его и сказал, «Зачем поддаешься дьявольскому искушению? Эта девица наказывается за свои грехи по попущению Божию. Она обещалась перед Богом сохранить чистоту девства, но не соблюла своего обещания и за это страдает от бесов, будучи предана сатане, чтобы душа ее спаслась. А что это истина? Пойди сам к девице и спроси ее». Равул подошел в бесующиеся и от нее самой услышал громогласное признание в грехах, за которые Бог попустил войти в нее сатане и мучить ее. После этого Равула оставил всякое сомнение и просил у святого крещения себе. Когда он крестился и вышел из святой купели, то белая одежда, которая по обыкновению христианскому приготовлена была для него в крещении, оказалась вся сверху донизу с изображенными на ней красными в кругах, как бы киноварио, написанными крестами. Все удивились такому чуду, а пришедшие сюда за Равулом мужи и жены просили и себе святого крещения. И той же Александр, желая увериться, что воистину они веруют во Христа, сказал им, «Следует вам доказать вашу веру. Пойдем в город, и если кто из вас имеет в своем доме идолов, пусть вынесет их на середину города и разобьет их на части своими руками, а потом уже сподобится святого крещения. Все согласились исполнить это. И придя в город, вынесли из своих домов великое множество идолов и разбили их на середине города, после чего и просвещен был весь город святым крещением. Преподобный оставался на некоторое время в городе и утверждал новокрещенных в святой вере. Когда же увидел, что они утвердились в благочестии и благодарят за это Бога, то сказал Равулу, «Досели вы были питаемым молоком, а теперь следует вам питать себя и твердой пищей». Если кто из вас хочет быть совершенным в жизни христианской, пусть послушает Христа, который говорит, «Продай имение твое, дай нищим, и будет у вас сокровище на небесах. Ищите прежде Царствие Божие, и все себе приложится вам». Равул, услышав это, сказал, «Я не могу быть таким совершенным христианином. Если я все продам и раздам, то кто будет пропитывать многих моих домашних? И как без забот можно приобрести то, что нужно для жизни? Если ты хочешь уверить меня в этом, покажи мне на деле, чтобы хоть один день мог пропитать меня и всех моих домашних без нашей об этом заботы. Не знаю, как ты сможешь это сделать, когда ты сам нищий, и когда у тебя и для своего пропитания ничего нет, и на один день. Если же ты в городе сделать этого не сможешь, то что будешь делать в пустыне, когда ты все, мы оставим и пойдем за тобою». Святой же, имея твердое упование на Бога, решительно сказал, «Возьми домашних своих, если хочешь, друзей своих, которых знаешь, и веди их на целый день на какую угодно далекую от людей в пустыню. Буду и я с вами. Хлеба, чтобы не было ни у кого из вас, даже самого малого куска, и никакой другой пищи. Если Бог не насытит вас, как прежде израильтян в пустыне, тогда и не будете верить моим словам». Равул согласился. Когда настало утро, он взял с собой домашних и друзей и пошел в одну непроходимую пустыню вместе с преподобным Александром, желая видеть на деле исполнение его слов. Шли целый день, и уже настал одиннадцатый час, когда они остановились на месте между двух гор, которым не было ниоткуда никакого следа. И начал святой Александр по обыкновению своему совершать вечернее пение. А Равул и его спутники, будучи уже изнуряемы голодом, думали, что они будут есть. Когда же окончил святую молитву, то увидели они какого-то идущего к ним простого селенина, который вел за собой скот, тяжело навьюченный большими мешками, висевшими по обеим сторонам, в которых были чистые и теплые хлебы и плоды садовые и огородные. И сказал преподобный Равулу, «Получите эту пищу и не будьте неверны, но верны». С радостью приняли они привезенные, а Равул, удивляясь со своими друзьями, сказал, «Откуда в этой пустыне появился человек с такой пищей? Мы, шедшие целый день, едва могли прийти сюда, а ему следовало только в полночь выйти из дома, чтобы в этот час прийти на это место. Если же он и в полночь вышел, то почему эти хлебы и теперь теплые, как будто сейчас вынуты из печи?» Так удивляясь, спросили они пришедшего к ним, «Откуда и кто послал тебя сюда?» «Меня послал к вам мой господин, чтобы вы не были голодны», ответил им пришедший. «Когда же они хотели еще что-то сказать этому человеку, то он тотчас сделался невидим, и со всеми пришедшими с ним животными, потому что это был ангел Божий в образе простого человека. Ужас объял всех, и тогда все поверили словам преподобного, а еще более словам Христовым, чтобы ни о чем не заботиться работающим Господу, но во всем полагать на промысл Божий. Затем, поблагодарив Бога, ели и ночевали тут, а на другой день возвратились в город. После этого чуда можно было понять, чем преподобный Александр питался 7 лет во время пребывания своего в пустыне, не имея никакого попечения о житейском. Этим чудом городоначальник Равул сильно укрепился, и без всякого уже колебания возжелал упражняться в богомыслии. Он прежде всего отказался от своей должности. А потом начал продавать свое имение, и по согласию с женой и дочерми сына у него не было, раздавать нищим, оставив только им часть на пропитание. Жена его с дочерью устроила монастырь, и, послуживши в нем Богу, всем сердцем угодила ему. А Равул все свое раздал, отпустив на свободу своих рабов, ушел в пустыню, из которой через несколько лет изреден был и поставлен епископом городу Эдессе. Довольно лет прожил он в святительском сане, и как свет просвещал свою паству. Но мы возвратимся к повествованию о преподобном Александре. Преподобный Александр, видя, что город, который он просветил святой верой, просветает по благодати Господней, и преуспевает, веселился в душе своей, но сердце влекло его опять в пустыню. Граждане желали иметь его у себя епископом и умоляли его об этом. Когда же он не согласился и хотел тайно уйти от них, то они и днем, и ночью стерегли у городских ворот, чтобы не упустить своего отца и учителя. Но преподобный, как некогда святой апостол Павел, некоторым из учеников своих, был спущен через стену в корзине и удалился в пустыню для любезного ему безмолвия. Шел он два дня по пустыне, и на пути оказалось жилище разбойников. Разбойники взяли его и привели к своему начальнику. Преподобный же своими боговдохновенными словами не только укротил свирепого и зверонравного вождя разбойничьей шайки, но и довел до умиления жестокое сердце его. Так что он уверовал во Христа и через несколько дней просвещен был святым крещением. Совершив над ним крещение, преподобный спросил его, «Чего просил ты у Бога мысленно перед крещением?» «Просил я», — ответил ему крещенный, «чтобы Господь по ощущению грехов моих в купеле крещения скорее взял от меня душу мою». «Исполнится то, о чем просил ты», — сказал ему святой. В восьмой день, когда новокрещенный после ощущения своего в святой купеле омыл грехи еще многими слезами истинного покаяния, он приставился к Господу. Видев это, и прочие разбойники присоединились к святой вере и, приняв крещение, начали вести свою жизнь с сокрушенным покаянием. А спустя немного времени и самое жилище разбойников обращено было в монастырь, в котором подвязались разбойники, отрекшись от мира и став ревностными иноками. Преподобный несколько времени жил с ними и, учредив иноческие уставы и поставив до них опытного начальника, удалился в глубочайшую пустыню, радуясь от спасений человеческих душ. Два дня шел он и достиг Ефрата. Переправившись через реку, он нашел дерево с весьма обширным дуплом. Это дупло он и избрал местом для своего пребывания. В дневное время ходил он по горам и по пустынным дебрям, а на ночь приходил к месту своего обиталища. Чем он питался, не нужно спрашивать, когда в пустыне ровулось его спутниками, как сказано, и спросил хлеба у Бога. Обитал он на этом месте долгое время. По Божьей внушению начали приходить к нему братья и селиться при нем, желая подражать равноангельскому житию его. Пребывание здесь преподобного продолжалось двадцать лет. В это время на месте при Ефрате устроилось великое Кеновие, в которую собралось множество братьев. До четырехсот человек было здесь братья из разных стран, из Греции, из Рима, из Сирии, из Египта. Бог собрал такое стадо и вручил его доброму пастырю, преподобному Александру. Но что удивительнее, такое множество братьев при малом попечении о пище и одежде имело каждый день полное во всем довольство. И они ничего не оставляли на другой день, а раздавали все приходящим к ним нищим и странным. Промысл Божий посылал на всякий день пищу рабам своим. В этой Кеновии первой учрежден был новый, нигде прежде не бывший чин не усыпающих. Преподобный Александр сначала установил, чтобы братья ходили в церковь на словословие Божие по семи раз в сутки, по слову пророка, который говорил, «Семь раз в день я восхвалял тебе о судьбах правды твоей». Потом обрати внимание на другие слова того же пророка, «Блажен муж, который в законе Господнем поучается день и ночь». Преподобный размышлял, возможно ли на самом деле исполнить человеку пророческое слово, чтобы и днем, и ночью неусыпно поучаться в законе Божие словословие. Если бы говорил он себе это не было возможно, то Святой Дух не изрек бы этого пророческими устами и пожелал он учредить в своей кинове такой чин, чтобы в церкви и днем, и ночью было непрестанное и неусыпное псалмопение. Если говорил он невозможно это по немощи плоти в кель одному человеку, то возможно совершать это в церкви многим, сменяясь по часам. Так он размышлял с собою, но не решался начать такое дело без извещения от Бога. И вспомни слово Христово просить и дастся вам, стучит и откроется вам, начал усердно молить Господа, даявит ему свое откровение, угодно ли ему его намерение, и будет ли ему приятен такой чин, чтобы как всегда ангелы на небесах, так и люди на земле, пребывающие в его киновии, в иноческом ангельском чине, в церкви, которая есть земное небо, днем и ночью псалмопением прославляли Бога. Об этом преподобный три года во все ночи молился, удручая себя многократным пощением. Наконец, Господь в яве предстал ему и сказал, начни, желаемое тобою, оно приятно мне. И поведал преподобный о явлении Господа некоторым духовнейшим из своей братья, но и им объявил не от своего имени, уподобляясь в этом случае святому апостолу Павлу, который о себе говорил, «Знаю человека, который был восхищен до третьего неба». После этого преподобный приступил к учреждению желаемого и благословенного Богом чина. Он по числу часов, дня и ночи разделил братья на двадцать четыре череды, чтобы всякий, зная сейчас своей череды, являлся к этому времени на место пения. Для пения назначены были Давидову псалмы, петь их положено было по стихам на два лика, без поспешности, кроме того времени, в которое совершались обычные церковные службы. На время совершения этих служб прерываем был новоучрежденный чин псалмопения. Таким образом, в церкви кинове и днем и ночью непрестанно словословили Бога, отчего и самое это кинове стало именоваться обителью неусыпающих. Уставил преподобный псалмопевий и число поклонов на всякий день по числу тех пощений, прощений, какими Господь повелевает прощать согрешившего 70 крат седмерицию, что и составляло 490. Кроме сего, он уследил, чтобы по окончанию каждой церковной монастырской службы и после всякого дела произносили «Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Устаив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к Богу угождению, и вспомнив соломское слово «Научу беззаконных путям твоим нечестивым к тебе обратяться», решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идола поклонников, то и умыслил он послать некоторых из братьев с Христовой проповедью. Избрал он на это дело семьдесят самых сведущих и особо ревнующих от святой веры по числу тех Христовых учеников, о которых Святой Евангелий слуга опишет «Еви Господь и иных семьдесят и послал их подвое перед лицом своим во всякий город и место». Избрав такое число учеников на Христову проповедь и помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два по окрестным идолопоклонническим селением. Благодать Божия споспешествовала им молитвами преподобного отца. Не напрасны были их труды, не напрасны, они многих из язычников обратили ко Христу. По исполнению двадцати лет пребывания своего при реке Ефрате преподобный Александр, видя свою киною вполне благоустроенную и чин не усыпающих в ней, равно как и все уставы относительно постнического жития утвердившимися, возвеселился духом своим и много благодарил Господа. После этого побуждаемой великою ревностью о спасении душ человеческих восхотел он идти к персидской земле, где весьма укоренено было языческое нечестие, избрав с собой в путь из братьев сто пятьдесят человек, а прочих вручив опытному старцу Трофиму, поставив его игуменом и преподав братьев мир и благословение, переправился с отделенной себе братья через реку Ефрат и направился по пустыне к персидским пределам, ничего не взял с собой, кроме священных книг, и по пути, которым шел, никогда не прекращал с братьями непрестанной на два лика псалмопения, как и в церкви, с переменами по часам и дням, днем и ночью. Желая испытать терпение сопутствующих ему братьев, он водил их по пустыне, где нельзя было достать никакого пропитания, кроме лесных ягод, которыми и предоставил питаться в дозволенное время. Некоторые нетерпеливые начали роптать, как прежде израильтянина Моисея. Они говорили преподобному «Ты вывел нас в эту пустыню уморить нас голодом». И задумывали уже тайно возвратиться в обитель. Таких оказалось тридцать человек. Провидя помышления их по откровению Божьей, преподобный обличил их в маловерии и велел им возвратиться назад. А прочим сказал громким голосом «Верьте мне, братья, что нынешний день Господь пошлет нам обильную пищу и посрамить неверие». Наконец приблизились они к границам персидской земли, где построены были греко-римскими царями, хотя и небольшие, но укрепленные города, в которых было и войско для защиты от неверных. Когда уже недалеко от этих городов преподобный с братьей шел по пустыне, неожиданно по повелению Божьей вышли к нему навстречу военачальники из тех городов, называемые трибунами с достаточным количеством хлебов и другой разной пищей, и молились святого посетить города их и просветить их, так как можно много в них обитало служителей бесов. Усилив с благодарением принесенной пищи и отослав в теновию тех, которые оказались маловерными и нетерпеливыми, святой пошел в те города и при помощи Божьей благодати в короткое время всех обратил ко Христу евангельской проповедью. В одном из сих городов не хотели принимать его учения, особенно когда услышали учение его о милостыне и щедром подаянии. Богатые тогда сказали ему, ты пришел бедняками сделать нас, поэтому преподобный и ушел от них, а Бог наказал их бездождем. Три года не было у них дождя, пока не сознали они греха своего, начали они искать преподобного, найдя его уже в Антиохии и умоляли его, чтобы он простил им грех их. После этого раскаяния на четвертый год сильнейший дождь напоил землю, и было велико изобилие земных плодов и обращение душ ко Господу. Путешествия далее по пустыне преподобный пришел к городу называемого Палмира, построенному в этой пустыне еще Соломоном. В этом городе жители, хотя и назывались христианами, но были из иудеев и придерживались еще ветхого закона. А они, увидевшие приближающегося к ним Александра с братьями Затворили от него городские ворота. Кто, говорили, они, может прокормить такое множество иноков? И не пустили их к себе. Но преподобный возблагодарил Бога и сказал, благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Братья, не будьте малодушны, неожиданно для нас посетил нас Бог. И действительно, когда отошли они от города на некоторое расстояние, недалеко отсюда обитавший неверный по расположению Господом их сердец, вышли к ним навстречу с хлебом и всякими земными благами и угостили их и удовольствовали. Отсюда пошел преподобный в Антиофию. Так Бог направлял его путь на пользу многих. И когда приблизился он к Антиофии, исполняя чин обыкновенного непрестанного псалмопения, узнав о прибытии его епископа этого города Феодот, а имя Александрова везде уже было прославляемо и чтимо. Дьявол же возбудил некоторых злых и завистливых людей, которые и наклеветали епископу на преподобного, и на братья его. Вот все, что они соблюдают и посты, и молитвы, то делают лицемерно для тщетной славы, на показ людям. Епископ, не рассудиво ложной клевете, послал многих из своих слуг с теми клеветниками прогнать с бесчестием от города Александра и всех, кто с ним. Но Вадимый преподобным Александром честный лик земных ангелов вошел уже в город с обычным псалмопением, так что посланные епископом встретили их уже в городе. Они как разбойники напали на них и, схватив каждого из них, много и тяжко били и вытаскивали вон из города. А преподобному Александру, как начальнику, усугубили раны и бесчестия. Преподобные же и братья его радовались, что сподобились пострадать невинно. Преподобный знал, что это случилось по дьявольскому наущению, чтобы воспрепятствовать благому делу и пользу от него для многих. Он возгорел духом и опять тайно ночью вошел с братьями в город и, найдя здесь ветхие пустые бани, в них исполнял свое псалмопение. На другой день епископ узнал об этом, хотя и не прошел еще гнев его, но и на милость он уже склонялся, боясь не только Бога, но и народа, потому что все граждане антиохийские обрадованы были пришествием к ним Александра, которого все почитали за великого пророка и весьма гневались на епископа, запричиненное им преподобному отцу и братьям его бесчестие и увечье. Сам епископ наконец умилился и благословил оставаться в городе Александру и братьям его. И были пустые бани обители для них. Но спустя немного времени граждане с благословения и соизволения епископа создали церковь для преподобного и устроили монастырь. После этого многие из народа, переставая посещать свои церкви, сходились на церковное пение к преподобному Александру, чтобы услышать от него и медоточное его назидание, которым он получал приходивших к нему. Души каждого корели любовью к преподобному и все, что нужно было для него и для его братья, приносимо было каждый день. Но они вкушали пищу только однажды в день после девятого часа, а остальное все раздавали нищим и ничего не оставляли на другой день. Бог постоянно посылал им пищу и все нужное от милостивых нищелюбцев. Спустя несколько времени преподобный восхотел иметь при своей обители больницу и странно приимную и по испрошению от епископа благословения устроил по своему желанию. Хотя сам он будучи нищим ничего не имел, но богатые все предоставляли ему от своих сокровищ. Все с радостью давали ему чего бы он не потребовал и всегда с усердием делали все к чему бы он не располагал их. Преподобный сам ухаживал за больными, сам покоил и странников, наделяя их всем нужным из подаяний, получаемых от любивых людей, располагаемых Богом к благотворительности. Больным он подавал исцеление через разложение рук своих, проявлявших великую силу, и прославляли Бога, чудодействующего через него. Замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал несоответственно своему званию. Видел он не по правде поступающими и воеводу городского, и других важных становников, и проникшись или иной ревностью, и вместе с тем будущий преисполнен кротости, безбоязненно и смело обличал, научая их правде от слова Божия. Всем он был учителем и наставником, но не всем приятно была такая ревность, особенно же начальствующим. Некоторые из духовенства, хотя и удивлялись его добродетельному житию, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Поэтому послан был от епископа самый злобный и подиакон по имени Малх со многими слугами к преподобному, чтобы выгнать его из города. Малх, пришедший, с ярости сильно ударил в лицо святого и сказал, уходи из этого города, нечестивый. Преподобный же, как не злобливый агнец, сказал ему в ответ кротко, только евангельским словом, и было имя рабу тому Малх. И когда и подиакон Малх и пришедшие с ним слуги хотели нанести преподобному еще большее оскорбление и изгнать его из города, сбежался в это время народ и сделалось великое смятение, потому что все защищали святого отца и его братья, так что Малх и те, кто был с ними едва могли спастись от волнения народного. Епископ еще более воспылал гневом и советовался своей водой, который также был гневен на святого. После этого взяли преподобного из обители тайно от народа ночью и прогнали его в Халкиду. Разогнали также и братья его и разошлись все куда кто мог. По истечении же некоторого времени преподобный Александр снова возвращен был в Антиохию, потому что все антиохийские граждане скорбели о нем и роптали на епископа и на воеводу. Но преподобный, не найдя братья свои, и сам не пожелал жить здесь и намеревался уйти. Узнавши об этом, граждане сперегли его у ворот, боясь, как бы он не вышел, потому что великую любовь имели к нему и желали, чтобы он остался жить у них. Преподобный же, решивший оставить Антиохию, переменил выноченскую свою одежду и надев на себя рубище, под видом нищего вышел ночью из города. Шел он несколько дней и пришел в керенфийскую кеновию. В этой кеновии он нашел весь тот чин, какой он установил в своей келе при реке фраке, удивляясь и предполагая, что этот чин перенес сюда кто-нибудь из его учеников. Благодарил Бога за то, что он и в этой стране показал ему плоды трудов его. Когда же братья узнали, что это Александр, весьма возрадовались о его пришествии к ним, потому что везде было прославляемо его имя и давно им желательно было видеть его. Пробыв некоторое время в этой кеновии, преподобный пошел отсюда в Константинополь. Бог призывал его туда для спасения многих. Пошли с ним из этой кеновии двадцать четыре брата. Пришедший в Константинополь поселился он при церкви святого Мины и начали собираться к нему братья. В немного лет собралось до трехсот братья из разных народов греческого, римского и сирского. Таким образом устроилась здесь обширная обитель и в ней учрежден был чин неусыпающих. Все потребное по благопромышлению Божию доставляемое было для обители как это видно будет из ниже следующего. Некоторые из людей знатных слыша и видя это нищенское и вместе с тем не имеющие никакой заботы жития иноков упражняющихся только и днем и ночью прославлении Бога и не заботившись ни о чем земном даже и о завтрашнем дне. Нарофита посылали мужей в эту обитель чтобы пробыть там несколько дней и наблюсти откуда иноки получают на каждый день пищу. Преподобный Александр проведя такое намерение сказал в присутствии подосланных мужей одному из своих учеников иди приведи человека который стоит у монастырских дверей. пошел брат и увидел человека с большую корзиной наполненную чистыми и теплыми хлебами и ввел его с хлебами к отцу. Преподобный при всех начал спрашивать его кто он такой и откуда принес хлебы спрашивал его не потому чтобы сам не знал для него ничего не было утаенного от Бога но чтобы устудить маловерных которые пришли исследовать о житии и пропитании в прошлом же начал говорить я хлебопродавец когда я вынимал сегодня из печи хлеба явился мне какой-то светоносный муж высокий рост и прекрасный видом и повелительно сказал неси все эти хлебы рабам вышнего в ужасе я сказал ему я не знаю место куда нести а он сказал иди за мною я пошел за ним доведя добра от этой обители он стал невидим преподобный восстав воздал благодарение богу и сделалось известно всем его вера в бога и великое о нем божие промышления настолько был преподобный прозорлив что знал все что делали братья и даже помыслы их при случае наедине он обличал согрешение и отечески исправлял согрешающих имел он попечение и о больных и для служения им представил четверых из братьев и велел им каждый день приготовлять теплый напиток для тех которым нужно было это в их болезни и исполняли это служащие случилось в один день быть может по воле божией чтобы показать твердую веру преподобного в бога служащие забыли приготовить для больных теплый напиток прозрев об этом и призвав одного из служащих преподобный спросил почему не согрели напитка но тот намереваясь утаить от прозорливого отца свой поступок сказал ему что нет у них дров преподобный же сказал ему почему же утром не говорил мне о дровах неужели ты испытываешь меня впрочем иди согрелся уже напиток придя в больницу брат в самом деле нашел котел полный и без огня кипящий и клокочущий и удивлялись все этому чуду и вере преподобного в то время церковь христова смущаема была несторивая ересью и враг распространил в народе слух что преподобный александр еретик потому что тогда на благочестие смотрели как на ересь а ересь считали благочестием так как еретичествовали тогда многие и сам патриарх в истории приведен был преподобный александр на суд зловерным и будучи спрошен о ересе который был не повинен ответил им словами из псалма сели князи и намякли витали раб же твой поучался в оправданиях твоих ибо сведение твоя поучение мое есть и советы мои оправдания твоя когда он это говорил показался бес и закричал зачем ты прежде времени мучишь меня и потом стал невидим святой после сказанных из псалма слов ничего более не отвечал тем которые испытывали его но склонив взор свой книзу оставался как агнес перед стригущим безгласен судьи разгневались и выгнали его вон от себя когда же в среде народа слуги сатаны хотели возложить на него свои руки и причинить ему зло он будучи защищен покровом божиим прошел невредимым посреди их и достиг своей обители которой много молитв вознесено было о нем от братья потом опять вооружился на него враг и восстановил еретиков против него которые не только уже его самого но и многих из братья мучили и узами темницей и побоями но все это уготовляло преподобному преславный венец а врагу постромления когда же миновала еретическая буря преподобный остальное время жизни своей провел в мире и угодив господу и приведя души многие ко спасению отошел ко господу около четыреста тридцатого года в глубокой старости подвизаясь выносят пятьдесят лет и счастью погребен был при гробе его совершались чудеса во всяких болезнях подавались людям исцеление молитвами преподобного Александра благодатью господа нашего Иисуса Христа ему же с отцом и святым духом честь слава благодарение и поклонение ныне и пресно и во веки веков аминь Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала и с нашего